Первомайская, 76А. Новый дом – мечта для многих. Только вот для местных жителей он стал проблемой. Несколько месяцев всей округой воюют со сточными водами, которые не только подвал дома периодически переполняют, но и текут в частный сектор. Если раньше они прямоходом уходили в реку, то сейчас они до реки не доходят, застаиваются в канавах. Из-за этого в частных домах в нашем доме в подвале стоит вода. То есть это проблема микрорайона стала, можно сказать? Да, это не просто, можно сказать, а на самом деле это проблема микрорайона, потому что вот сейчас собрались люди, и в прошлый раз, в прошлое посещение главы были люди, все жалуются на то, что в подвале стоит не просто вода, а канализация. Неделю назад на этом месте к жителям уже приезжал глава округа Евгений Корж. О проблеме стало известно после личного обращения активистов дома. На этот раз они тоже здесь полным составом и намерены добиться решения вопроса в свою пользу. Тут без стихийных бедствий в апреле у нас вот прям вот так было наполнено все. Ливень прошел 27 или 28 марта, а потом добавило канализацию. Вот это все у нас в подвале вот так, по ручку дверную была воды. На прошлой встрече муниципальные предприятия города получили задание найти корень зла. На место выезжала техника, из колодцев откачали излишки воды, местами отсыпали низины. Выяснилось, что сам дом на Первомайской 76А возведен с некоторыми нарушениями. Предполагалось строительство на сваях, но их нет. Засрочных хотели вызвать, но он уже обанкротился. Но мы сейчас совместно с водоканалом и с моими мупами это все исправим, конечно. И до конца мая мы эту проблему с жителем и частной секторой и большого жилого дома решим, чтобы не было воды. К тому же здесь возводят еще одну новостройку. Нужно учесть существующую сложность. Специалисты ЖКХ, администрации Уссурийска к началу лета детально изучат, а главное устранят причину, которая так влияет на сточные воды и канализацию в районе улицы Первомайской. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.